Югра православная Югру православную в первый понедельник месяце в вечернем радиоэфире. В другие дни она будет продублирована. Православному сестричеству в Ханты-Мансийске исполнилось 20 лет. В чем сегодня его назначение? Куда и с чем идут сестры милосердия? Мы и поговорим в этом выпуске. В нашей студии руководитель отдела социального служения и благотворительности Ханты-Мансийской епархии Ирей Леонид Бортков. Отец Леонид, приветствуем вас! Здравствуйте! И сестра милосердия Татьяна Баженова. Татьяна Константиновна, здравствуйте! Здравствуйте! Программу ведет Оксана Мороз. Отец Леонид, вы являетесь духовником сестер милосердия. Выходит, вдохновителем. На данный момент, да. Так сказать, воплотителем в жизнь сестричества является отец Сергий Кравцов. В разное время было множество духовников сестричества. На данном этапе развития сестричества духовником сестричества является я. В чем ваша задача? Вдохновлять, поддерживать, направлять? В какой-то степени, да, где-то поддерживать, собираться. Исповедуя то же самое сестер милосердия, помогать духовно в укреплении их же самих, потому что встреча с больными зачастую отображается на духовном состоянии самой сестры милосердия. Направлять на развитие самого нас сестричества формы, искать новые формы, если невозможно исполнять старые формы служения сестринского. Одним словом, служение является некое милосердие, то есть проявление милосердия, любви и сострадания тем людям, кто нуждается в этом. Вот в их числе, Татьяна Константиновна, скажите, пожалуйста, давно ли вы стали сестрой милосердия и как к этому пришли? Сестрой милосердия я стала практически с открытия этой часовни. Это в 90-е годы? А, в часовне, которая находится в окружной клинической больнице. В окружной больнице. В часовне носит имя? Великая княгиня Елизавета. Тогда она была при этом при отце Сергии Кравцове. И, естественно, он призвал людей, призвал желающих помогать в этом деле, когда больные бывают в стационарах, не адаптированы к своей болезни, они нуждаются в окормлении, в духовной поддержке, чтобы для них вот это главным образом донести самое необходимое понятие о том, о заповеди Божьих, о причинах болезни, о том, как человек должен справляться с этим. И чтобы при этом человек мог призвать именно помощь Божьей, как Господа, Бога, врача, душ и телес наших. Это самый главный врач. Поэтому, глядя на пример, пример Великой княги Елизаветы и по евангельским учениям Маров и Марии, вот это служение было организовано, и этот великий, огромный пример Великой княги Елизаветы, он звал за собой. И тогда, значит, пришло это желание тоже послужить в плане помощи таким больным, которое нуждается и в окормлении, и в утешении, и в милосердии, и в заботе, и чтобы и больница протекала не так как бы тягостно для их душевного состояния. Поэтому вот так у нас родилось наше сестрительство. Там уже работали сестры, которые именно были у самого истока. Это Ваня Николаевна Петерина, Александра Александровна Суворова, Любовь Анатольевна Кунюхова. И туда стали вливаться другие сестры, которые несли вместе с этим такое послужение хорошее, нужное и приятное. Вот скажите, для этого нужно ли обладать какими-то медицинскими знаниями, умениями? Или Ваша задача заключается только в духовной поддержке, в общении? Все профессиональные дела здесь в больнице по профилю идут и персонал, и врачи, и обочины, и младший персонал. А то, что касается души человека, который замкнулся в своей болезни, здесь, конечно, особо медицинского образования не требуется. Здесь нужно просто желание прийти к такому больному. И на данный момент, когда он лежит, он требуется утешение. Утешение, что как бы его болезни — это не навсегда, что это временное явление. А почему она возникает? Это уже тоже надо объяснить этому больному, что происходит, что. Действительно, мы живем по своим законам. Порой больной же даже не понимает, что есть заповедь Божия, что самое главное — заповедь Господь дал. Возлюби ближнего своего себя. И уклоняясь от заповедей, естественно, он отдаляется от Божьей помощи и приходит в такое уныние, печалится и болезни. И он не понимает вас. Главное, бывает вопрос, за что и за что мне. И даже когда начинаешь объяснять, что есть форма покаяния, таинства, порой бывает такое, что я никого не убивал, я там никого не обокрал. Но в ходе бесед человек начинает просветляться, потому что когда двое-трое собрано во имя моё, то и я тут же сделаю. И поэтому через вот такие беседы, диалог, человек, даже порой, который категорически был настроен, он начинает вдруг интересоваться. С Божьей помощью. С Божьей помощью. И в конце даже бывают такие моменты, что он говорит, а я знаю, за что мне это попущено. Такой самоанализ происходит, да? Но тем не менее, когда вы идёте в какое-то отделение, вы уже имеете представление о болезни телесной, которую человек испытывает? Согласно тому, которое в какое отделение идёт, сестра, конечно, направление кардиологическое, неврологическое, даже гинекологическое. Здесь же, понимаете, очень разные люди лежат. И вопросы о их здоровье тоже направлены по-разному. Например, гинекология, там женщина, она, да почему хочет родить ребёнка, у неё там эти проблемы. В кардиологии, там смотришь, что человек готовится к операции. Там у него другая проблема. У него очень волнительное состояние. И даже порой, когда человек бывает неправославный, они обращаются с просьбой, вы нас покрапите водичкой, вы нас помажьте масочкой. Помолитесь за нас. Помолитесь за нас, потому что наступил вот такой момент, когда человеку подходит волнительное состояние, с которым он не может сам справиться. И через это человек успокаивается. И уже потом, пройдя какое-то время, он ценно анализирует, что вот я был в таком состоянии, было в волнении. И вдруг вот так пришла вот сестра милосердия, там она со мной поговорила, пришёл священник, он со мной побеседовал, я там как можно, каким своим уже возможностям поисповедовался, исповедовал какой-то грех, который меня тяготил. Да, я же получила облегчение. И вот так появляется самое главное – это вера. Вера в Бога, доверие в Богу. И когда человек выписывается, очень много таких больных, которые через онлайн связываются с сестра милосердия, когда у них возникают уже снова вопросы, но они уже обращаются с тем, что вот нам нужна такая помощь, вы объясните, подскажите. То есть связь, это не прекращается, это же очень важно. Получается, отец Леонид, да, когда врачует духовно, тогда и телесно человеку легче излечиться или перенести болезнь, испытание? Ну, собственно говоря, если мы обратим внимание на священописание, изучая священописание, мы встречаемся с фразой, что чаще всего болезнь телесная является результатом неправильной жизни человека. Поэтому для того, чтобы в корне избавиться от болезни, надо пересмотреть отношение к жизни самого человека. Поэтому если человек исправит свою жизнь, то в какой-то степени и Господь, подкрепляя его желание, поможет ему освободиться от своей личной болезни. Поэтому и многие из святых, когда, собственно, болели, произносили такую фразу «Господь меня посетил». Потому что в суете житейской человек настолько отдаляется от Бога, когда у него всё хорошо, вроде и Бога не надо, да? А как только почувствует, что он немощен, что он не способен преодолеть такое состояние даже болезни своей, то тогда он и горячо верует, горячо молится, не просто зашёл в храм... По дороге поставил свечку. Поставил свечку, потому что так надо. А действительно, когда он встретился на своей жизненной пути с какой-то бедой, когда он почувствовал скорбь на душе своей и необходимость в общении с Богом, то он искренне молится, искренне верит, искренне исповедуется и старается менять свою жизнь в лучшую сторону. Скажите, пожалуйста, сёстры Милосердия в каких больницах города бывают? Или только в окружной клинической больнице? В нашем городе сейчас сёстры Милосердия есть в окружной клинической больнице при храме в честь Иконы Божьей Матери Знамени и в психонерологической больнице. Получается, за каждой группой сестёр закреплена какая-то поликлиника, медицинское учреждение? К примеру, у нас есть Людмила Геннадьевна, Валёка, она имеет психологическое образование. Естественно, она была сотрудником психонерологической больницы, тогда ещё психонерологическая диспансер, он назывался. И уже уйдя на пенсию, собственно, она продолжает служение в качестве сестры Милосердия. Даже когда работала, она собирала пациентов, обходила этих пациентов, поддерживала их. Это тоже очень сложные пациенты, как алко- и наркозависимые, так и с психологическим расстройством. Поэтому, собственно, есть такие сёстры, группа сестёр, которые по направлению близко вот это служение, там сформировались они, и они проходят окорбление пациентов. Еженедельно совершается молебен водосвятный, часовня имеется в честь иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, и проходит каждую среду там исповедь пациентов, кто действительно готов и желает. Ну, потому что есть такие, которые желают, но не готовы. Исходя из консультации с врачами, мы уже допускаем их к исповеди или не допускаем, и вообще к молитве в часовне. Собственно, одна из форм служения тоже в нейрологической больнице, но и опять же есть моменты, когда есть карантин, когда и пациентов тоже не пускают. И на сегодняшний этап нашей жизни таков, что мы даже окружную клиническую больницу не можем опять сейчас посетить, в силу того, что такая ситуация эпидемиологическая, и с рекомендацией уже к главными врачами мы приняли решение пока приостановить вот реальное посещение, но при этом поддерживаем молитвенно, общаясь также с пациентами. Отец Леонид, но тем не менее, вот в Красной Зоне вы бываете всё-таки? Ну, в Красной Зоне это, конечно... Это только вы, да? Из священнослужителей в городе Хантамансийске пока посещаю Красную Зону. Я... Сложность, конечно, этого служения там явная, потому что, если человек хочет причаститься, к примеру, я должен быть уверен, что человек действительно причастится, то есть действительно подготовлен. Поэтому запрашиваю информацию, потому что из Красной Зоны ничего нельзя выносить, в том числе и причастие, поэтому я должен этим причастием причастить, чтобы не выносить. Чтобы было использовано, да. Поэтому средствами индивидуальной защиты, естественно, это всё проходит. И помимо исповеди причастия с оборудованием, которые приходится совершать в таких условиях в Красной Зоне, ещё и святым маслом, естественно, помазаем пациентов, беседуем, потому что коронавирусная инфекция, она всё-таки поражает кору головного мозга, это отображается на состоянии человека, поддержка таких людей, она необходима, очень необходима, чтобы, ну, действительно, когда человек ничего не хочет, то и бороться с болезнью своей не хочет. Поэтому психологическая поддержка, духовная поддержка в этом плане очень необходима, и она способствует в какой-то степени даже пойти на поправку пациента. Отец Леонид самому вам не страшно там бывать? Ну, знаете, страшно было в качестве пациента быть, а когда уже ты вылечился, прошёл через это, и тем более переболел, и, конечно же, меня допустили только с условием, что я поставлю прививку, поэтому я и привитый, и в средствах индивидуальной защиты, и, естественно, прошёл обучение, как одевать, как снимать. Принимаю душ после этого, все вещи, с которыми я посещаю, они остаётся в больнице, обрабатываются, стираются, поэтому меньше всего я опасаюсь за своё здоровье в таком случае. Дай Бог, отец Леонид. Кто сегодня идёт в сестричество, и всегда ли пациенты расположены к такому общению, поговорим в следующей части нашей программы. Будьте с Радио Югория. Югра православная. На протяжении двух десятилетий в Ханты-Мансийске действует православное сестричество. В его составе те, кто, несмотря на свою занятость, находит время, силы, слова прийти, поддержать пациентов в больнице. В их числе сестра милосердия Татьяна Баженова, сегодняшний гость нашей студии. Здесь же Ирей Леонид Бортков, который направляет и поддерживает сестёр, тоже знаком больным, бывают у них в палатах, с недавнего времени посещает и красную зону в ОКБ. Татьяна Константиновна, вот всегда ли пациенты открыты к общению, к оказанию им помощи? Вы уже как-то говорили, да, вначале, что не всякий открыт. Тогда просто отходите и в следующий раз. Когда посещаешь палаты, больные порой бывают равнодушны, бывают категорически против, бывают просто любопытства, а бывает, человек расположен в диалогу. И вот, когда начинаешь объяснять самое главное, что нам нужно в этой жизни, что ценности жизни, люди начинают уже интересоваться, что мы не просто живём там, мы должны исполнить свой долг на земле, как Господь сказал, что Он хочет, чтобы все спаслись и в разум истинный пришли. И вот этот разум, конечно, человек начинает интересовать, но всё же отражается через евангельские повествования, и поэтому, когда уже начинаешь беседовать на религиозную тему, порой ведь некоторые больные даже этого и не слышали, не знают. И уже в ходе всех наших бесед человек уже чувствует, что ему просто необходимо что-то в своей жизни менять, прибегать и к молитве, и к покаянию. Кто-то бывает не крещён, заинтересовывается, как покреститься, что для этого нужно. Поэтому ещё бывают же люди разных конфессий, люди разных национальностей, и здесь ещё важно, чтобы как бы не оскорбить чувства религиозные других людей. Поэтому, конечно, когда сестра идёт в палату, у неё очень много забот, чтобы оставить тепло на сердце каждого человека, будь он там православный, будь он неправославный, крещённый, некрещённый, но чтобы исполнилась, опять же, заповедь, что будьте милосердны, как отец ваш небесный. И вот это милосердие, когда приносишь, больной, конечно, всё это чувствует, проводит через своё сердце и остаётся довольным. Отец Леонид, а кто сегодня идёт в сестричество? У вас уже опыт, Татьяна Константиновна, 20-летний, да? Ну, пусть не 20, но 19, всё равно где-то есть, но где-то были перерывы, тем не менее, с разными моментами в жизни приходилось встречаться, и были очень сложные моменты, когда люди бывают в очень сильном отчаянии, бывает, что люди отходят от православной веры по каким-то своим убеждениям, поэтому подход нужен. И главное, конечно, всё равно объясняешь, что Господь говорит, ищите, и дастся вам, стучите, откроется вам. Во всём отражается евангельское слово на всей нашей работе. Отец Леонид, вот так вот вопрос. Сёстры Милосердия, это в основном те, кто изначально был в этом строю, или есть и молодые, свежая кровь пребывает? Сестричество как институт, он всегда преобогащается чем-то, кто-то уходит новый. Вот у нас, мы говорили про старшую сестру, она сейчас уехала, и Александра Александра Суворова, к примеру, она же заняла её место сейчас. Произошла замена старшей сестёр, это две сестры, старше всего лишь было сестричество за эти 20 лет. Так и любая сестра Милосердия, кто-то по каким-то причинам ушла от Любови Анатольевны Конюхова, уже её с нами нет, то есть она упокоилась, и вот тоже, которая стояла у истоков, кто-то из желающих прихожан становится сестрой Милосердия. То есть основное условие — это желание послужить ближнему. То есть ответ на призыв Бога, да, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд есть». Поэтому любой из прихожан, православный христианин, желающий ответить на эти слова своей личной жизнью, может прийти и попробовать себя в качестве сначала кандидата в Сестру Милосердия в течение полугода. Будущая сестра, она сначала ходит в Сестру Милосердия по отделениям, какая форма этого служения, собственно, и как надо говорить с пациентами. Впоследствии, если проходит полгода, и она остаётся, и дальше посвятить себя служению ближнему, то, естественно, она становится Сестрой Милосердия через посвящение. Получается, преемственность такая, да? Да. Вот справедливости ради следует отметить, что Сестры Милосердия есть и в других городах и районах округа, например, в Сургуте, Нефтьюганске, Урае. Сотрудничайте с ними. Ну, у нас есть съезд сестричеств и братств нашего округа, и на котором мы делимся опытом. И, конечно же, есть разные формы служения. Если сказать про Сургут, в Сургуте там сестричество занимается пропагандой трезвости и помощь нарко- и алкозависимых. У нас формы служения разнообразные. То есть мы только сказали сегодня про больничное служение в окружной клинической больнице требных сестёр Милосердия. Есть ещё в ПНД, мы говорили. Также важно отметить, что в связи с вот этими ковидными ограничениями появилась ещё одна форма служения сестёр. Это организация, собственно, помощь в социальной лавке, то есть приём и выдача вещей. Да, выдача нуждающимся. Да, это тоже. И сейчас нам администрация города выделила помещение большее пространное, 300 квадратов, которое мы впоследствии сейчас сделаем ремонт в этом помещении. Так, отец Леонид, здесь подробнее, потому что многие горожане уже привыкли к адресу на Красноармейской. Сейчас в скором времени вы, получается, переезжаете? Ну, не в скором времени. Ещё, я думаю, до Нового года точно будет по старому адресу. А так район в водолечебнице. Адрес подробный, потом мы... Хорошо. Впоследствии можно будет узнать, но в декабре ещё вещи можно приносить на Красноармейскую. В интернете нетрудно найти этот адрес. Да, и когда будем приезжать, мы прям объявление сделаем на том старом месте, что мы переехали, укажем адрес. Поэтому, я думаю, проблема об этом узнать не будет. Тем более, есть социальные сети, которые мгновенно информируют людей. Распространяют, да, такую информацию. Вот. Поэтому, я думаю, в этом нет проблем. Ну, и Инна Константиновна, помимо этого, ещё и ведёт переписку с заключёнными. То есть, такая духовная поддержка на расстоянии. С определённой колонией? Нет. Это зависит от, откуда приходят письма. А письма приходят в приход? Да. Это было уже очень давно. Нам и Сулилецка писали, и Лабытнанги писали. И просто описывают свою жизнь. Два-три листа мелким почерком исписаны, когда просто хочется выложить своё тягостное состояние. Ну, и их вопрос о том, что им нужна помощь, чтобы переписываться, чтобы получить письмо, чтобы его прочитать. Чтобы какой-то человек на земле, да, который поймёт, простит, поддержит. Да, даже бывают такие письма, когда один заключённый пишет, что у меня в очень затруднительном положении, моя мама, у неё там избушка развалилась, дров нет, пишет просто адрес, мы связывали через сельсовет, там помогали деньгами. Да, были такие моменты. И сейчас тоже из Сулилицка приходило несколько писем, когда они просят порой и денег, потому что там есть какие-то, может быть, у них желание что-то себе позволить. А это югорчане? Разные. Как, почему они именно в приход пишут, отец Леонид? Или у них есть такие службы, которые распределяют по храмам, там, Урала, например, да? Да нет, скорее всего, один написал к нам на приход, мы ответили, и другие тоже пожелали иметь вот такие вот женские колонии обращались тоже. Ну, то есть, даже мне непонятно, к примеру, как они выходят на нас именно, но пишут нам и мы отвечаем. Прямо это не электронные письма, а эпистолярный жанр? Конечно, берешь лист бумаги, начинаешь, дорогой Господь, брат какой-то, по благословлению, там, допустим, Ирея, Леонида, нашего настоятеля, от сестричества, мы вам хотим дать вот такой ответ. Ну, и берешь письмо, бывает, что какой-то приближается праздник или какой-то значимый святой, и начинаешь вот на этой, как говорится, почве развивать свою тему. Так что, бывает, порой просто очень часто были письма. До восьми писем приходила, так вот отвечала. Но сейчас, сейчас, конечно, это очень, почему-то мало, потому что, я думаю, все-таки сейчас есть у каждого телефон, есть соцсети, и что-то там прочитать, и узнать на религиозную тему, или там какие-то нравственные, может, какие-то хочется послушать, то, естественно, сейчас можно и Акафис прослушать, и все, поэтому, я думаю, из-за этого стало гораздо меньше. Какое доброе направление в деле милосердия еще, оказывается, есть. Итак, православному сестричеству Хантамансиска 20 лет, пожелаем ему быть многие лета. Сегодня в студии Радио Егория были руководители отдела социального служения и благотворительности Хантамансисской епархии Ирей Леонид Бортков и сестра милосердия Татьяна Баженова. Благодарим вас за участие, отец Леонид, Татьяна Константиновна. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Будьте здоровы. Мы преклоняемся пред вашим делом. Программу вела Оксана Мороз. До новых встреч. Югра православная